Добрый вечер. 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 События. Семь дней прошло. Что же интересного случилось из-за них? Что стоит нашего внимания? Смотрите, в прошлый раз мы с вами говорили достаточно подробно о формировании нового правительства, о тех структурных и кадровых изменениях, которые в нем произошли и не произошли. То, что не случилось иногда бывает красноречивее, чем то, что случилось. Говорили мы о счетной палате, о ее новом руководителе, о том, для чего она нужна и в чем ее важность. То есть разбирали мы всякие движения и перемещения внутри бюрократической машины. Это важно, потому что мы живем в достаточно бюрократизированной политической системе. Бюрократия является нашим правящим классом. Поэтому то, что там происходит, это важно, потому что влияет на жизнь всех остальных людей. А сегодня у нас с вами будет тема, с одной стороны, близкая, с другой стороны, мы попробуем посмотреть немножко с другого боку на существование той же самой бюрократической машины. Если вы помните, 5 мая у нас были митинги по всей стране, приуроченные к переизбранию действующего президента на очередной срок. И мы с вами тогда говорили о нелегитимном насилии в связи с теми казаками или псевдоказаками. Как всегда выясняется при более подробном рассмотрении, официальные казачьи организации от них отрекаются. Говорят, что мы таких не знаем, у нас такие не значатся. Это вообще какие-то самодеятельные. Даже выпрыли нагайками. Это тоже все в рамках того же нелегитимного насилия. Я тогда говорила о том, что... О том, в общем, общеизвестном. О факте, что монополия государственного насилия является его одной из основных функций, что всякое государство, которое желает как-то сохраниться в этом качестве, оно обычно эту монополию держит. И если оно вынуждено или не вынуждено, или ему кажется, что в этот момент выгодно с этой монополией немножко ею поделиться с какими-то акторами негосударственными, то это, в общем, дорога к тому состоянию, которое называется в политологии failed state, то есть неудавшееся или развалившееся государство. А мне тогда, и через некоторое время после этого, поступали возражения на тезис о том, что легитимное насилие, скажем так, приемлемее, чем нелегитимное, потому что оно лучше контролируемо. А возражения были следующего характера, что вот, мол, нелегитимное насилие, оно даже и безопаснее, потому что если какой-то там тетушка тебя, значит, бьет, и ты можешь побить его в ответ, он не пользуется теми средствами защиты и тем статусом в законе, которым пользуются полицейские. Понятно, что у нас любой взгляд и там неосторожное дыхание в сторону полицейского может привести к сколу зуба, причинение боли, всяких там страданий, налетание лицом на кулак. Это все может стать основанием для уголовного дела и для очень-очень реальных сроков. То есть вот такая вот идея. Но что я хочу сказать в защиту этого тезиса? Во-первых, я не говорила о том, что легитимное насилие как-то лучше, чем нелегитимное. Если уж вы попали, то, что называется, под раздачу, то вам, в общем, будет более или менее все равно, с какой стороны вам это насилие прилетело. Но легитимное насилие безопаснее, потому что оно, скажем так, в большей степени очевидно. Того человека, который на вас таким образом напал, легче найти. И когда вы говорите, что вот эту вот самую тетушку я ее побью, то это несколько наивный взгляд. Во-первых, они тоже знают свое дело и поэтому обычно нападают на тех, кто не может ответить. На деточек, на девушек, на бабушек. Значит, там, где можно схлопотать в ответ, там они предпочитают особенно не соваться. Во-вторых, вы не найдете потом этого человека. Если вы его и отыщете, то, придя, например, подавать заявление о том, что вам нанесены всякие телесные повреждения, вы с изумлением увидите, что встречное заявление уже подали на вас. Это просто, что называется, обязательная практика. Это вот почти закон. Имейте это в виду, что если вас побили, то вас потом обвинят в том, что вы, собственно говоря, тоже побили этого человека. Кроме того, что еще важнее, для чего используются вот эти самые парамилитарис, вот эти вот паралегальные акторы, практикующие насилие. Ровно для того, чтобы они находились в зоне безнаказанности, в зоне безответственности. Поэтому после того, как они выполнили свою функцию, они чаще всего растворяются. То есть как-то вот их поймать-то потом будет затруднительно. В то время как, смотрите, в чем тут важный момент, в то время как легальные силовые акторы, они находятся в системе, окруженной другими, тоже силовыми акторами. Значит, поэтому найти на них управу в целом ряде случаев можно, именно потому что они находятся в поле очень жесткой конкуренции. То есть между собой эти граждане тоже практикуют войну всех против всех с еще большим энтузиазмом, чем они ее практикуют против граждан. Так вот одно событие прошедшей недели является примером того, как это, собственно говоря, происходит. Вы помните, может быть, дорогие слушатели, это была, в общем, довольно памятная цепь событий, кто за этим следил, с трудом может это забыть. Вы помните дело Эльдара Дадина. Первого человека, который получил реальный срок лишения свободы по статье Уголовного кодекса 212.1, которая стояла в криминализации повторного нарушения массовых мероприятий. То есть совокупность административных нарушений. Совокупность административных нарушений приводила к уголовной ответственности. Значит, он был первым и, как мы очень сильно все рассчитываем, последним, кто по этой статье сил. Но он по этой статье сил. И в ноябре 2016 года было опубликовано в интернет-прессе его письмо из Карельской колонии, где он, собственно говоря, сидел, в котором говорилось о том, что там пытают, бьют. И вообще, боже мой, что там происходит среди заключенных. Причем происходит это все с санкцией по прямому указанию администрации. Поднялся очень большой шум, поскольку письмо это было действительно выразительным и незабываемым. Кроме того, когда это все стало чрезвычайно медийным, вылезли, как это всегда бывает, и другие свидетельства того, как оно там происходит, какие там порядки. И тогда, в момент, собственно говоря, наивысшей точки этого скандала, это дело пытались всячески замять. Дадзина перевели в другую колонию. Значит, пришла проверка в ту колонию, на которую он жаловался, никаких нарушений, как водится. Не выявило, но начальник там уволился. Начальника зовут Сергей Косиев. Значит, он уволился, а потом в начале 2018 года он вышел на пенсию внезапно раньше срока. Значит, и, как теперь выясняется, весной этого года против него возбудили уголовное дело. Более того, он признался уже. Как это называется на нашем языке уголовного правосудия, дают признательные показания. Это удивительный смысл слова. Признательный, который употребляется только в этом контексте. В обычной жизни оно обозначает совсем другое. Значит, что там... Еще не больше со следствием сотрудничать. А вот наверняка. У нас до 70% всех уголовных дел проходит в так называемом особом порядке. Это когда обвиняемый признает вину и, собственно говоря, сотрудничает со следствием. Считается, что это снижает потом полученный срок. Что там выясняется? Что он, собственно говоря, рассказывает? Он рассказывает о том, что в колонии была действительно система. То есть это не просто там кто-то, как это называется, психанул. А это была система всяких издевательств и избиений заключенных. И самое главное, вымогательство у них денег. Почему самое главное? Потому что, собственно, за это его и привлекают. Что они там делали? Ну, во-первых, то, что очень любят делать у нас в местах лишения свободы, это вымогать деньги у родственников за воображаемые смягчения условий содержания. Ну и, кроме того, незаконный труд. Вообще экономика ГУЛАГа, которой посвящено много исследований, она в современных условиях имеет несколько другой вид, по счастью, чем в 20 веке. Но, тем не менее, она существует. Во всех колониях имеются какие-то, так сказать, трудовые повинности. То есть заключенные там работают. Если вы помните, вот когда... Обычно это становится известно, когда политические заключенные, люди, к которым привлечено медийное внимание, которые умеют это внимание на себя вызывать, где-то вот садятся. С ними вместе приходит луч света, который освещает все то, что там происходит. Поэтому, когда, например, Надежда Толоконникова, то, что сидела в колонии, то, соответственно, нам стало известно о том, что там по 12 часов заключенные женщины шьют всякую там одежду. Почему это так происходит? Почему за этим так страшно следят? Почему они там силами других заключенных терроризируют друг друга ради выработки этой нормы? Не потому, что они там такие садисты все, а потому, что они это все куда-то продают. Это довольно большие, на самом деле, деньги. Вообще, ФСИН — это могучая структура власти, которая располагает большими ресурсами. Ну, тут это все, в этой колонии все это тоже происходило, но при этом это все происходило, так сказать, в серую. То есть он там что-то делал, заключенные, точнее говоря, что-то делали, потом все это продавалось налево, деньги, соответственно, аккумулировались. Вот такая там была веселая и замечательная жизнь. Значит, что у нас следует из этой истории? Ну, во-первых, что публичность чрезвычайно полезна во всех такого рода случаях. Даже если в тот момент, когда, собственно, шум возникает, вам кажется, что ничего не произошло, что своих прикрывают, что все равно ничего не будет, что их всех отмажут. Имейте в виду, значит, они своих прикрывают, действительно, потому что считается у нас, что нехорошо идти навстречу общественному мнению. Хотя в случае с чрезвычайно большим шумом отставки происходит прямо вот в момент, в высокий момент кампании. Это тоже бывало многократно. Ну, в частности, вот мусорные протесты привели сразу к отставке главы района Волоколамского. Таких примеров достаточно много. Но имейте в виду, что любой такого рода публичный скандал ослабляет того человека, против которого он направлен. А этот человек у нас не катается как сыр в масле, как нам с вами кажется, снаружи. А он живет в жестоком мире, где каждый каждому... Конкурент. Конкурент. И где все его товарищи, коллеги, вышестоящие, рядом стоящие исключительно мечтают окусить ему голову, завести на него уголовное дело, а также и все другое в произвольном порядке. Поэтому через некоторое время он, будучи таким, так сказать, в охотничьих терминах подранком, то есть уже укушенным за бок зубками общественного мнения, он станет жертвой своих же коллег, которые с удовольствием его скушают. Поэтому имеет смысл помогать им в этом. Говоря о легитимном насилии и его трансформациях в последнее время, интересно, это, конечно, тема для гораздо более обширного разговора, потому что тут много-много цифр, много данных, интересно посмотреть, какие изменения здесь происходят. Ну, там, не знаю, стали больше сажать, стали меньше сажать. Если стали больше сажать, то больше стали сажать за что, а за что стали меньше. Я бы тут обратила внимание на вот не потому, что это как бы вот прям вот самое ужасное, что именно сейчас происходит в Российской Федерации, много чего страна у нас большая, много чего нехорошего происходит, но относительно новое явление — это применение административного ареста как репрессивные меры. Административный арест назначается по Кодексу об административных правонарушениях, то есть это не уголовное дело. Поэтому возможно назначить эту меру гораздо быстрее и легче, и большему количеству людей, чем это могло бы быть возможным, если бы их нужно было проводить через уголовное судопроизводство. Поэтому что мы видим по итогам того митинга 5 мая, который я упоминала? Всего было задержано больше полутора тысяч человек по России. Это довольно много. Это не самая высокая цифра именно по головам, по цифрам, но это самая высокая цифра в процентном отношении от вышедших. То есть, например, в Москве возникало ощущение, что чуть не треть, если особенно верить цифрам ГУВД насчет того, сколько вышло, а то треть была задержана. Значит, основное, так сказать, острие этой репрессивной кампании направлено, конечно же, на руководителей и сотрудников региональных штабов Навального. Это понятно. Это просто, что называется, не скрывается, поскольку, как мы с вами говорили уже в этих самых эфирах, основное достижение и, так сказать, новизна политической деятельности Алексея Навального стоит не в том, что он там сам по себе такой обаятельный, а в том, что он создал структуру, он создал всероссийскую структуру. Он создал вот эту самую сеть штабов, в которых работают люди, которые одновременно связаны между собой и достаточно автономны, то есть способны без прямого руководства из Москвы функционировать, и которые представляют собой, на самом деле, скелет политической партии. Им не хватает только легального статуса для того, чтобы этой партией стать. Это гораздо больше похоже на то, что такое настоящая политическая партия, чем большинство из того, что сидит в Государственной Думе, не будем показывать пальцем, чтобы никого не обидеть. При этом они идут к этой партии, они уже неофициально провели съезд. Она, кажется, даже называется «Россия будущего». Я не знаю, каковы их шансы на регистрацию. Я сейчас рассматриваю, так сказать, не юридическую, а сущностную сторону вопроса. Юридическую мы с вами тоже затронем. Естественно, на эту структуру и направлено вот это вот репрессивное давление. 35 сотрудников штабов было задержано и 19 арестовано. Между задержанием и арестом, вы знаете, есть процессуальная разница. Что дальше происходит? Дальше начинается вот это вот самое неуголовное, но административное производство, чрезвычайно быстрое и не дающее возможности обвиняемому полноценно защитить свои права. И, соответственно, люди получают там довольно большие, на самом деле, сроки. У нас как-то принято относиться к этому достаточно легкомысленно, но 30 суток и 25, и 20. Это уже не мало, это не 3 и не 5 суток. А при этом спецприемник, в общем, не предназначен для того, чтобы сидеть там так долго, потому что, понимаете, в каждом типе мест лишения свободы есть свои условия. Есть СИЗО, есть колонии, есть тюрьмы, и они рассчитаны, все они рассчитаны на определенное время пребывания. Так вот, спецприемники, вообще-то, они для того, чтобы там 3-5 суток провести, они для того, чтобы сидеть там полный календарный месяц. То есть условия там хуже, чем СИЗО даже. А, ну, вообще говоря, наш с вами машинный репрессий устроен следующим образом. В принципе, если смотреть, так сказать, большую картину, число заключенных у нас неудержимо снижается в течение последних, ну, начиная с 2000 года. Это хороший процесс, мы не можем его не отметить. Значит, пик у нас был в 2000 году, когда у нас в местах лишения свободы содержалось 1 920 000 человек. Задумайтесь, товарищи, над этой цифрой. Это безумно много. Значит, сейчас, на 1 мая 2018 года, сообщает нам наш любимый ФСИН, у нас там 595 и 7 тысяч человек, 596 тысяч человек. То есть почти сильно, да. Стало меньше. И причем это уменьшение идет каждый год? Это тенденция, которая ни на один год не прекращалась. Значит, ну, по количеству заключенных на 100 тысяч населения, мы с вами занимаем второе место в мире среди стран с населением больше 10 миллионов. Мы помним, да, когда мы с вами считали, сколько полицейских на душу населения, что мы берем большие страны, потому что в маленьких странах происходит искажение статистики из-за того, что они маленькие. Поэтому тут мы тоже берем страны с количеством населения выше 10 миллионов человек. Мы с вами на втором месте в мире, на первом месте США. Ну, надо сказать, что разница между нами довольно большая. Американская система потенциарная довольно-таки людоедская. Не нам сейчас об этом беспокоиться, мы о себе должны беспокоиться. Но просто отметим. Сроки там большие и заключенных там много. Но мы с вами на втором месте. Среди всех стран выше 10 миллионов человек с населением. Это тоже много при всех наших с вами снижениях. Значит, что в чем тут есть некоторая хитрость? Значит, смотрите. А количество заключенных снижается. Причем оно снижается не просто год от года. Вот, например, с 1 января по 1 мая стало меньше в колониях на 7 тысяч человек. Стало меньше. При этом в СИЗО, вот смотрите, вот это вот общее число, 595 тысяч. Из них в колониях 487 и 105 тысяч в СИЗО. А количество сидящих в СИЗО, наоборот, растет. То есть тяжесть вот этой вот самой, так сказать, репрессии, оно смещается с, собственно, срока заключения на предварительное следствие. Когда человек наиболее, так сказать, растерян и бесправен, когда он действительно находится в плохих условиях, как вы сказали, в спецприемнике хуже, чем в СИЗО. А в СИЗО хуже, чем в колонии. Это же тоже известно. Удивительная система. Да. И когда человеку кажется, что самое ужасное, что делает его ужасно уязвимым, что он может как-то сторговаться и каким-то образом улучшить свою судьбу. Когда его судьба еще не решена. То есть когда он сел, то он же сел и сидит. Дальше там, конечно, идут свои торговли и свои вымогательства за лучшие условия, за УДО, за отсутствие всяких претензий, вроде тех, которые бесконечно предъявляются коллегу Навального, которые закрывают тебе дорогу до УДО. Но, тем не менее, вот эта вот часть становится наиболее, скажем так, наиболее тяжелой для тех людей, которые под этот каток подпадают. Значит, около 40% всех сидящих в Российской Федерации сидят за преступления, связанные с наркотиками. Значит, на этом месте обычно раздается вздох облегчений, типа, ну, эти-то сидят за дело. Значит, ничего подобного. Ничего подобного. Это те дела, которые фубрикуются достаточно легко. И там сидят люди, которые совершенно не заслуживают долгих сроков лишения свободы, и сидят там для того, чтобы делать хорошую статистику раскрываемости. Это правда. Значит, вот есть, так сказать, статья 282, знаменитая, для политически озабоченных, а есть статья, соответственно, 228, она для народа. Она вот народная статья. Вот эти вот наркотические статьи, они наиболее народные. Когда у нас изменится политика в этом отношении, когда у нас перестанут сажать за эти микродозы, найденные на человеке, или подброшенные ему, что тоже довольно часто бывает, то разгрузится наша с вами потенциарная система, и мы, может быть, как-то уступим какой-нибудь другой стране. Вот это вот постыдное второе место по количеству заключенных на 100 тысяч населения. Значит, что у нас с вами с политическими статьями, на которых мы обращаем большое внимание? Значит, ну, радикальное ужесточение законодательства в этой сфере у нас произошло с 2012 по 2014 год. К 2014 году вся эта репрессивная рамка была уже готова. Все же касается ужесточения правил митингов, все же касается ужесточения партийного законодательства, выборного законодательства в СМИ, все это вот уже об общественных организациях, законодательства об иностранных агентах, все это к 2014 году было уже готово. Я повторяю эту мысль, потому что часто думают, что это какая-то посткрымская история. Это докрымская история, и это реакция на протесты 2011-2012 года безо всякого сомнения. Значит, ну, экстремистские статьи с 280 по 282 совсем ее кустом. Тут у нас идет, конечно, довольно значительный рост, если мы посмотрим, то, например, в 2011 году было 149 осужденных за год по этим статьям, в 2014 уже 357, в 2016 — 604. 149 — 604. Это с 2011 по 2016 год за пять лет. Это довольно большой на самом деле рост. Это всякий экстремизм, публичные призывы, криминализация слов. Вот эти вот все удивительные вещи. Сроки за репост. Вот это вот дело у нас, конечно, довольно здорово растет. Что еще полезно знать о нашей пенитенциарной системе? Значит, оправдательных приговоров не существует, они фактически запрещены. Ну, там на уровне погрешности. Значит, ну, меньше... Самый высокий процент оправдательных приговоров, который у нас был за последние 20 лет, составлял около половины процента. Сейчас он, на 2016 год, он 0,36%. А при этом достаточно большое количество дел не доходит до обвинительного приговора. То есть, смотрите, что я хочу сказать. Вот эта вот предварительная стадия, на ней это все и происходит. Поскольку оправдательные приговоры невозможны, так как они опасны для судьи, и у них наибольший шанс быть отмененными в вышестоящей инстанции, а для судьи это порча статистики. Вообще все делается ради статистики. Ради статистики убивают, ради статистики пытают, и ради отчетности нарушают закон. Это одна из печальных истин нашего времени. Не из, опять же, кровавого садизма и наслаждения своей неограниченной властью. Совершенно не из-за этого. А исключительно для того, чтобы получить очередное звание и отчитаться. Отчитаться и самому не попасть под раздачу. Кто изменит порядок отчетности силовых структур, тот спасет Россию. Это гораздо легче сделать, чем может показаться. Итак, оправдательный приговор невозможен, но, возможно, либо то, что называется развал дела, не доходя до суда, то есть его прекращение. Но это обычно тоже денег стоит, либо всяческих усилий со стороны самой жертвы, его родственников, юридической защиты его и общественного мнения. Вот эти три компонента должны действовать вместе для того, чтобы обеспечить какой-то успех. Популярны такие меры, как наказание, не связанное с лишением свободы. Кстати, я рассказала эту ужасную цифру. Почти в 2 миллиона сидящих в 2000 году. При этом общее число осужденных у нас продолжает оставаться на уровне миллиона в год. То есть около миллиона наших с вами сограждан каждый год получают эти самые обвинительные приговоры. Но мы видим, что уменьшилось, насколько значительно, число сидящих. То есть назначаются действительно наказания, не связанные с лишением свободы. Но до этого момента вы можете уже некоторое время провести в СИЗО, что хуже, по многим отзывам, чем, собственно говоря, сидение в тюрьме. Ну и, кроме того, в СИЗО происходят всякие странные, удивительные вещи. Ну там вот двух руководителей, разного уровня руководителей Роскосмосов за последнее время в СИЗО зарезали. Когда с первым это случилось, то шум был большой, а со вторым уже не так много было шума. Но, тем не менее, это вот случилось. То есть в СИЗО как-то убивают людей, видимо, более охотно, чем это даже происходит в тюрьмах и колониях. Какой вывод из всего этого следует? Значит, ну, сказать, что у нас с вами происходит вал большого террора, ну, извините, данные не позволяют. Но нельзя не видеть рост числа осужденных по идеологическим статьям. Поскольку эти статьи появились, то по ним будут какие-то обвинительные приговоры. Вы понимаете? Потому что тем, кто осуществляет следствие, им нужно отчитываться. Еще раз повторю, это страшное слово. Отчетность. Соответственно, есть статья, будут по ней кто-то и проходить. В этом смысле не спрашивая, по кому звонит уголовный кодекс, он может звонить кому угодно. И второй важный вывод. Понимаете, в чем дело? В такой ситуации, в которой мы с вами находимся, от индивидуальных действий человека зависит довольно многое. То есть если вы попали в каток большого террора, то там не очень важно, как вы себя ведете, все равно конец вам один будет. Это нельзя не осознавать. В наших условиях все иначе. То, насколько вы готовы или не готовы сотрудничать со следствием, то, насколько вы юридически грамотны, насколько вы просто хладнокровны, насколько вы можете сохранить ясную голову всех обстоятельств, которые для каждого человека, если вы не опытный уголовник, являются высоко стрессовыми, от этого зависит чрезвычайно многое. И привлекать медийное внимание. Три ключа к свободе и относительной безопасности. Поддержка вашего ближайшего окружения, юридическая помощь и публичность. Значит, никаких свидетельств против самого себя, никаких государственных адвокатов и никакого ощущения, что от шума только хуже будет. Никогда никому от шума хуже не было. Не верьте этим идиотским разговорам. Их с вами ведут те, кто хочет вас посадить. А вот обратной ситуации как раз их было предостаточно. Обратными ситуациями полно все медийное пространство. Другое дело, что оно таким образом устроено, общественное мнение так устроено, это понятно, что, так сказать, выигранное дело забывается и внимание и сочувствие обращается на следующую жертву. Но это не значит, что мы должны забывать историю успеха. Делаем перерыв на новости и вернемся к программе «Статус» Екатерины Шульман. 21.30 в столице. На их новости у микрофона Елена Леховская. Журналиста Аркадия Бабченко по некоторым данным выстрелили неизвестные. Об этом сообщил журналист Айдер Муждабаев на своей странице в Фейсбуке. По его словам, в Бабченко стреляли в спину, его увезли в больницу. Других подробностей пока нет. Пожар в торговом центре «Пассаж» в Петербурге локализовали на площади 80 квадратных метров. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на МЧС. Из здания эвакуировали около 500 человек. Ранее источник агентства «Интерфакс» сообщал, что из торгового центра эвакуировали более тысячи посетителей. По предварительным данным, очаг пожара находится на кровле здания. Дым не сразу проник внутрь. Это дало возможность эвакуировать людей без паники, заявили спасатели. Никто не пострадал. В Москве возбудили уголовное дело после смерти пациентки в косметологической клинике. 51-летней женщине стало плохо во время процедуры. В бессознательном состоянии ее доставили в больницу, где она спустя 4 дня скончалась. Следственный комитет не уточняет название клиники и о какой процедуре идет речь. Источник РБК в правоохранительных органах утверждает, что женщину звали Галина Футкова, а процедуру ей проводили в клинике Нью-Ми. Российский миллиардер Роман Абрамович сможет приезжать в Великобританию по израильскому паспорту на срок до 6 месяцев. Об этом агентству ТАСС сообщила представитель британского премьер-министра Тереза Мэй. Ранее стало известно, что у Абрамовича возникли проблемы с получением новой британской визы. После этого он оформил паспорт гражданина Израиля. Власти Казахстана предложили временно запретить ввоз бензина из России железнодорожным транспортом. Проект приказа опубликовало Министерство энергетики страны. В нем прописаны ограничения сроком на 3 месяца. Причины при этом не называются, сообщает РБК. Власти Папуа Новой Гвинеи собираются на месяц закрыть доступ к сети Facebook для жителей страны. Они объясняют это необходимостью собрать сведения о пользователях, выяснить, кто создает фальшивый аккаунт, распространяет фейковые новости, идентифицировать этих людей и удалить из соцсети. После этого, как заявили в Министерстве связи, все остальные смогут ответственно пользоваться Facebook. Ведомстве также сказали, что Папуа Новой Гвинеи рассматривает возможность создания собственной социальной сети, где нельзя будет завести фальшивый аккаунт. В завершении выпуска о валюте и погоде официальный курс доллара на завтра 62 рубля 64 копейки, евро 72 рубля 53 копейки. В Москве сейчас 18 градусов. Ближайшие ночи 11.13, завтра днем 23.25. Переменная облачность без осадков. Елена Лиховская, служба информации, Эх, Москвы. Спасибо, Майкл. Не за что. Собственно, во-первых, закончили ли мы с первой рубрикой? Да, мы закончили с первой рубрикой. И теперь снова немножечко уникального контента, а именно поэзия в исполнении Екатерины Шульма. Стихи про неправедное правление, про легитимное насилие, которое переходит свои границы. Великого русского поэта Держаева. Восстал Всевышний Бог, да судит земных богов в осомне их. Да коли рёк, да коли вам будет щадить неправедных и злых. Ваш долг есть охранять законы, на лица сильных не взирать. Без помощи, без обороны сирот и вдов не оставлять. Ваш долг спасать от бед невинных, несчастливым подать покров. От сильных защищать бессильных и сторгнуть бедных и зоков. Не внемлют, видят и не знают. Покрытым с дою от часа, злодейства землю потрясают. Неправда зыблет небеса. Цари, я мнил, вы боги властны, никто над вами не судья. Но вы, как я, подобно страстны, и так же смертны, как и я. И вы, подобно так падёте, как с древ увядший лист падёт. И вы, подобно так умрёте, как ваш последний раб умрёт. Воскресни, Боже, Боже правых, и их молению внемли. «Приди, суди, карай лукавых, и будь един царём земли». Такой чудесный поэт Державин. Сначала считаешь там какие-то там всякие часа, покрытым с дой, а потом такой совершенно Пушкин. Прям вот Пушкин. Друзья, лайки вместо аплодисментов я рекомендую всем вам поставить. Ей-богу, Гаврил Романович. Люблю его за это. Это, кстати, между прочим, даёт нам переход к нашей следующей теме, которую мы, собственно говоря, начнём излагать. Уже очень скоро. Как только, как только прозвучит соответственно этот самый. Кстати говоря, вот мне сейчас написали по поводу выходов по УДО и того, сколько это стоит. Может быть, публика помнит. Был такой человек Владимир Константиновский, известный как «Чёрный риэлтор», который похитил целое здание в центре Москвы, и за это, собственно говоря, сел. Мне он памятен как организатор нападения на моего мужа. Вышел по УДО. 21.35. Мы продолжаем. Сейчас у нас в перерыве Екатерина читала стихи, и поэтому все, кто хочет с этим ознакомиться, могут посмотреть на Ютубе и также присоединятся к нашей трансляции на канале «Эхо Москвы», где идёт прямой эфир нашей радиостанции. Вместе с нашей доской, и уже 2500 человек нас смотрят прямо онлайн. А ещё, конечно, больше слушают. И мы переходим к нашей следующей рубрике. Мы с вами продолжаем исследовать бескрайнюю букву «К», на которую чрезвычайно много. У нас все буквы бескрайние. Давайте честные. Только начнём. Думаешь, что это маленькая какая-то буква, но нет. Как известно, составителям словарей самый толстый том на букву «П». В русском языке буква «П» имеет больше всего слов, которые с неё начинаются. Все впереди. Да, до этого мы, надеюсь, с вами ещё всё-таки тоже доживём. А в прошлый раз у нас с вами был консерватизм, совершенно верно. А в этот раз у нас увлекательный термин, который те, кто смотрит, могут видеть, прочитать на нашей доске – это клептократия. Значит, мы с вами будем, может быть, даже в следующий раз, если доживём, рассматривать понятие коррупции, которое является более широким, чем то понятие, которое мы рассмотрим сейчас. Но сейчас мы поговорим о клептократии. Это один из тех терминов, которые часто употребляются в публичном пространстве в качестве ругательства, судьба многих политологических терминов. Тем не менее, у него есть своё собственное содержание, и мы постараемся его раскрыть, чтобы оно не сводилось просто к тому, что «бяка». Эти слова не обозначают «бяка», они обозначают нечто другое. Итак, значит, слово греческое, как все слова на кратия, «демократия», «автократия», второй элемент обозначает власть, «кратос» по-гречески «власть» либо «правление», а «клепто» – это буквально «я краду» или «я ворую», то есть это глагол в первом лице единственного времени. Клептократия обозначает систему власти, направленную на извлечение ресурсов из подотчётного населения либо природных ресурсов из той территории, на которой эта власть, распространяется с целью обогащения лидеров. Значит, что здесь на самом деле интересно? Это некий, скажем так, я бы не сказала, что это частные случаи коррупции, но коррупция, ещё раз повторю, это понятие более широкое. В чём особенность клептократии? А почему это не просто имеется в виду, что у вас там воры все-все воруют? Пока похож по описанию. Сейчас я вам расскажу, в чём, собственно говоря, содержание этого термина. В принципе, власть и собственность связаны между собою тесными узами. Как-то так получается, что те люди, которые доходят до определённых уровней политической власти, как-то по дороге налипает на них какая-то собственность. Довольно редко бедные в буквальном смысле люди достигают высоких степеней. Хотя выборная демократия, в особенности всякие его рода выборы в коллективные органы парламентские, они позволяют даже тем, у кого нет каких-то особенных денег, тем не менее этого положения достичь. То есть говорить о том, что нет такой страны, где у власти были бы совсем люди неимущие, это не обозначает, что криптократия универсально распространена. Разница в целеполагании является ли власть источником собственности или собственность источником власти. Или в случае с криптократическим правлением является ли власть единственным значимым средством обогащения. Криптократическое правление предполагает, что не просто люди у власти, попав туда, как там пытаются обогащаться, а что выстроена вертикально интегрированная система коррупции, коррупционная вертикаль. Понимаете, в чём разница? То есть каждый отдельно взятый инспектор дорожного движения может брать взятки на свой страх и иск. При этом он боится, что его поймают. Если его поймают, то он, наверное, каким-то образом пострадает. Он понимает, что он нарушает закон. Вертикально интегрированная система предполагает, что он собирает дань со своего участка с благословения своего начальства, которое за это требует от него определённой платы. То есть вот тебе участок, ты на нём зарабатывай сколько хочешь, а вот столько в конце смены отдай. То есть это не девиантное действие, а выстроенная система? А наоборот, выстроенная система. Причём это начальство, это не просто такой странный человек в этом регионе. Так тоже бывает. Бывает такое, что образуются такие вот какие-то карманы коррупции, потому что в определённом месте собрались вот такие вот удивительные люди. Может, они даже друг другу все родственники. А тот начальник, который собирает свою долю, он её в свою очередь собирает с нескольких участков и свой процент отдаёт далее наверх. То есть это есть вертикально интегрированная структура коррупции. Важна здесь первичная роль государства. То есть нельзя сказать в таком случае, ну а вы не предлагайте взятку инспектору, вот он и не будет и коррупции. Это просто люди вот такие все, понимаете ли, развратные. Это первичная роль государства в вымогательстве взяток, выстраивание специфической системы, которая предполагает вот этот вот забор средств снизу и его отправление наверх. Клиптократические режимы выстраиваются особенно охотно в тех экономиках, которые являются ресурсоориентированными. Почему так происходит? Потому что в этой сфере легко устроить государственную монополизацию. Для извлечения природных ресурсов и их продажи не нужно особенно много людей. То есть источником вашего богатства являются не люди и их труд, а являются, например, ваши недра, скажем, не будем показывать пальцем. Это вот эти самые ресурсно-ориентированные экономики, которые часто называют петрократиями. Не все экономики с высокой долей ресурсов являются питательной почвой для клиптократического управления. Ну вот назовём, например, Норвегию вполне себе нефтяную страну, которая, тем не менее, является сияющим и досягаемым образцом. Но парламентская демократия вообще занимает первые места во всех индексах соблюдения прав человека, качества жизни, уровня счастья. Кстати говоря, очень удивительно, когда смотришь индекс уровня счастья на все первые строчки, в первые десятки, заняты северными странами. Так что у нас с вами ещё есть шансы, надо только немножко что-нибудь подкрутить. Значит, ну, есть известный рейтинг, составляемый организацией Transparency International, рейтинг, так сказать, лидеров, которые наиболее заняты самообогащением. Там вот прям вот всё с циферками. Ну, например, чтобы не подходить слишком близко к современности, возьмём 2004 год, чтобы уже достаточно давно. Значит, какие страны, опять же, фамилии не будем называть, бог бы с ними, какие страны там находятся на этих самых первых местах по количеству денег, которые их лидеры каким-то образом себе присвоили. Малайзия, Индонезия. Кстати, все, что интересно, все бывшие, в списке все бывшие президенты. Может быть, надо стать бывшим для того, чтобы тебя как следует посчитали. Пока ты находишься при власти, то не так легко тебя поймать и посчитать, сколько ты, собственно говоря, присвоил. Итак, Малайзия, Индонезия, Филиппины, Заир, Нигерия, Югославия. Слободан Милошевич. В 2004 году он фигурировал в этом рейтинге, но как-то недолго его радовало его. Богатство Гаити, Перу, Украина была там, Никарагуа, Филиппины. России в 2004 году в этом рейтинге не было. Что мы тут с вами замечаем? Конечно, страшная жизненная несправедливость состоит в том, что наиболее страдают от криптокартических устройств бедные страны. Казалось бы, ну вот приди к власти в богатой стране и обогащайся себе сколько хочешь. Даже никто особенно не заметит. Но самые богатые мировые лидеры — это отнюдь не лидеры развитых, богатых стран. Это не лидеры развивающихся, растущих, эффективных экономик. Самый страшный коробёж осуществляется в отношении самых бедных. Это ужасное совершенно положение вещей, но приходится нам признать это как реально наблюдаемый факт. Связано ли это с тем, что в бедных странах трудно устанавливаются эффективные институты, соответственно, невозможен контроль? Связано ли это с тем, что называют ресурсным проклятием? То есть если у вас есть природные ресурсы, то почему-то они вам на пользу не пойдут, а богатят исключительно ваших лидеров и их ближайшее окружение. Но действительно, криптократия как явление характерна для развивающихся стран, для стран второго и третьего мира. В особенности, конечно, еще раз повторю, для тех, которых экономика базируется на экстракции природных ресурсов, на реализации своих природных богатств. Эффектом и, так сказать, плодом криптократического режима, в общем, является бедность. Главный плод такого рода пробления — это бедность, потому что все ресурсы систематически высасываются, как из населения, так и из, собственно говоря, территории, и аккумулируются где-то. Еще эти самые лидеры такого рода стран, они чрезвычайно любят, конечно же, за границей хранить свои богатства. То ли потому что они по понятным причинам не доверяют институту собственности и его безопасности у себя в стране, или они не очень сильно связывают свое будущее именно с этой страной. Но, в общем, как-то все они норовят запрятать где-нибудь подальше это самое свое богатство. Каковы основные источники доходов криптократов? На чем, собственно говоря, зарабатываются деньги? Я вам расскажу, если вдруг вам будет актуальна эта информация, как обогатиться, если вы вдруг стали лидером бедной страны со слабыми институтами. Те, кто самые бедные и несчастные, они разворовывают международную помощь. Есть такое дело. Есть мнение, что это происходит не то чтобы совсем без участия, но не то чтобы совсем без ведома тех организаций, которые эту помощь распределяют. Есть мнение, что это некая такая дорога с двусторонним движением. Значит, это вот один вариант, как можно обогатиться. Другой вариант это, если вы думаете, что, например, откаты являются каким-то специфическим русским изобретением, то нет. Для этого есть международно признанный термин «kickback». И это чрезвычайно популярное явление во всем мире. Государственные контракты и, соответственно, откаты с них, которые поступают в пользу политического руководства. Это еще один могучий источник обогащения. Существуют режимы, которые покровительствуют наркоторговле, например, и обогащаются, так сказать, с этого. Режимы такого типа любят крупные проекты, строительные, инфраструктурные, какие-нибудь праздники масштабные, что-нибудь такое возводить. Они любят, потому что любая большая стройка — это источник, с одной стороны, неконтролируемых расходов, а для кого-то, для того, кто стоит с другой стороны, это же источник и неконтролируемых доходов. Значит, что самое главное, что мы с вами должны знать о криптократиях, в чем их, собственно говоря, особенность? Государство должно при такой схеме контролировать экономику в максимально возможной степени, само распределять ресурсы и, соответственно, само себе их и присваивать. А государствление экономики является питательной почвой для криптократии. Я прошу прощения, мы вынуждены срочно объявить. Вот приходит срочное сообщение, что нам подтвердили, Леху подтвердил Антон Герасченко, что журналист Аркадий Бабченко, он скончался более подробно в ближайшем выпуске новостей. Просто важная информация, которую мы должны были людям сообщить, в 22 подробно Елена Леховская об этом расскажет. Это произошло в Киеве, да? Да, это произошло в Киеве, в его квартире в него стреляли, сообщают, что он в скорой по дороге в больницу умер, не доехал. Опасная работа. Да. Журналист и опасное место. Опасное место Киев, как-то там происходит это с людьми. достаточно регулярно. Он же жил в Праге последнее время. Вроде да, но вот, видимо, был, как-то переехал. Не очень пока понятно. Но вот нам подтвердили, Леху Антон Герасченко, что действительно ситуация обстоит именно таким образом. Вот. Понятно, понятно. Грустно. Это был яркий, заметный человек. Мы с ним общались в Фейсбуке, не сильно соглашаясь друг с другом по понятным причинам. Но он был такой фигурой, действительно заметной. То, что он писал всегда, привлекало внимание. Дома. То есть пришли домой. Ну вот, судя по всему, по тем сообщениям, что сообщаются. Это значит, что он открыл дверь? Ладно, сейчас мы не будем заниматься всем этим Шерлоком Хоусом. Более подробно в 22. Ирина Леховская расскажет все, что на данный момент об этой ситуации известно. В принципе, да, ну вот такие, к сожалению, мы работаем в прямом эфире. Такие события печальные случаются. И мы, конечно, о них должны были сказать. У него дочь, да? Вот это я, к сожалению, не знаю. Ну, опять же, я его знаю только по Фейсбуку. Из того, что он писал. Странная тенденция, действительно. И Шеремет, насколько я помню, был тоже. И этот самый, муж Максакова. Вороненков. Вороненков, да. Ах ты, боже мой. Очень-очень это грустно. Это грустно и как-то так неожиданно. Он, конечно, был человек высокорискованного поведения. Он был военный журналист. Он сам был военный. О чем он любил говорить. Много вспоминал. Не то, чтобы любил говорить, но говорил об этом часто. Он ездил в самые горячие точки, до каких только мог добраться. Он ходил по грани. Он был в Турции, когда там происходили всякие тахриры. И там его чуть не зашибли. Он был на Майдане, на Украине. Потом здесь, в России, он тут вступал в конфликт. Вообще со всем, с чем только можно и нельзя. И был вынужден уехать. Ну вот, понимаете, был вынужден уехать. Тут, конечно, нельзя сказать, а вот не уехал бы, может быть, и ничего бы не было. Это тоже глупая логика. Мы не знаем ни обстоятельств, ни вообще ничего. Но, тем не менее, уехал он действительно был в Праге. Оттуда были его всякие... Опять же, я исключительно пересказываю то, что я знаю по Фейсбуку по своему. Ну и он довольно критически высказывался о многих. Он высказывался чрезвычайно резко обо всем, о чем он высказывался. Он высказывался резко. Он был человек радикальных... И не то, чтобы даже радикальных взглядов, а человек радикального слова. Это была его позиция, это была его, так сказать, характерная особенность. Это то, чем он запоминался, то, чем он выделялся. Насколько я помню, он в какую-то передачу на украинском телевидении он вел, мне кажется. Возможно, не первую судьбу, какая это была у него. Ну, опять же, судя по тому, что мне сейчас вспоминается, все это ужасно, на самом деле, когда какой-то импровизированный некролог приходится произносить тому человеку, который как-то вот в информационном пространстве так активно присутствовал, только что там был. И весь этот ужас в социальных сетях, когда вот они посты и фоточки, которым еще там сколько-то часов, а человека уже и нету. Ну, да, это грустно, это грустно, очень печально думать о его семье. Он был молодой человек, на самом деле. Ну, да, дочь у него пишет, жена. Ну, да, ну, да, ну, да. Ну, вообще, в последнее время как-то очень много, да не только в последнее время, связано с журналистами и их каких-то странных. Странных смертей. Ну, это опасная профессия, это по статистике одна из самых опасных профессий, в особенности, конечно, журналисты, работающие в горячих точках, то есть работающие на месте того, что происходит. А, понимаете, это же дело не в том, что это какие-то особо отчаянные журналисты, а работа журналистов в том, чтобы сообщать о том, что происходит. А когда что-то происходит, то происходят часто опасные вещи. И человек должен быть там на месте и оттуда, собственно говоря, информировать общество о том, что там делается. Поэтому журналисты подвергают себя риску для того, чтобы мы знали о том, что происходит. Но погиб он, тем не менее, не в горячей точке. И не, так сказать, не в ходе своей журналистской работы, а вот так вот у себя дома в городе Киеве застрелили его, да? То есть стреляли. Да, написано, что застрелили в спину, сообщают источники. Ну, пока вообще сложно представлять, как это все происходило. Ну, да, 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 сейчас в начале, когда происходят чрезвычайные события, то информационное пространство заполняется белым шумом. Часть из него производится следствием, часть из него производится желательными, добровольными помощниками информационного пространства, которые считают, что энтропию надо максимально увеличить. В некоторой степени мы сейчас с вами занимаемся тоже чем-то таким, но просто то, что произошло, оно настолько внезапно, что как-то говорить о чем-то другом у нас не получится. Ну что, нашу с вами рубрику мы таким образом пропустили, конечно, да. Нельзя было в этот момент говорить о чем-то, о чем мы собирались говорить. На вопросы какие-нибудь успеем ответить. Ну, давайте попробуем, да. Мы переходим тогда к вашим вопросам и, тем не менее, продолжаем наш эфир и попробуем ответить на части из них. Собственно, первый вопрос. Вопросы, напоминаю, собираются мною перед нашими эфирами, и вы их можете задавать в социальных сетях или на сайтах Москвы в день эфира. В Фейсбуке есть, в Одноклассниках, ВКонтакте. Первый вопрос от Надеждой Баутиной по достаточно интересной теме. Что вы думаете по поводу возможного повышения НДС? Так как вы неоднократно говорили, что люди — это новая нефть. Да. А НДС — это способ, так сказать? Да. Значит, тут существует некая дилемма, внутри которой стоит наша с вами система принятия решений и смотрит, как Буриданов осел, на эти две кормушки. Значит, с одной стороны, нужно извлекать, замещать, скажем так, выпадающие доходы, извлекать их из граждан, поскольку экономика, мягко говоря, не растет, соответственно, дополнительных доходов она не приносит. Сейчас небольшое облегчение ситуативное пришло. Вот рост цены на нефть, сколько это продлится, мы не знаем. В этот момент наша политическая система всегда впадает в эйфорию, такую совершенно неадекватную, она как будто делает себе укол какого-то нужного ей вещества, и дальше у нее начинается вот это вот счастье, радость и ощущение собственной величия и победительности. Но сколько это продлится, неизвестно, а системные решения надо, тем не менее, принимать. Это одна, так сказать, кормушка Буриданова осла. А вторая стоит в том, что прямое повышение налогов многократно декларировалось как неприемлемое. Было много публичных заявлений президента на эту тему. Существует некий предел, так сказать, публичного искажения правды, которые наша система все-таки не может перейти. Если вот было, так сказать, царское слово дадено, то оно должно быть соблюдено. Пусть хотя бы формально, пусть обходными путями все равно сделаем, но как-нибудь не так. Но вот напрямую повысить налоги затруднительно. То есть, если что-то повысить даже, то, наверное, нужно в каком-то другом месте снизить. Но вот НДФЛ повышать никак нельзя. Плоскую шкалу подоходного налога у нас хранят как святыню. НДС это вроде как не то, чтобы налог на граждан, но налог на, скажем так, на производителей. Поэтому, может быть, с ним можно как-то поиграть. Вот посмотрим мы с большим интересом, как будет Минфин свои творческие способности напрягать, обходя вот это вот противоречие. Как поднять налоги, не поднимая налогов? Посмотрим, чего они ведут. Плохое предчувствие в любом случае. Следующий вопрос от Любови Васильевой. Много говорится, что оппозиции нужно объединяться. Тут вот в связи с идущими праймери, с Яблокой, разными заявлениями кандидатов и предстоящими мэрскими выборами спрашивает. Много говорится, что оппозиции нужно объединяться, но нужно ли? Что объединение оппозиции имеет смысл в том случае, если она в этом своем объединенном состоянии способна качественно повлиять на власть. Например, выиграть выборы. Или, например, организовать такую кампанию массового протеста, которая принудит власть к каким-то значимым уступкам. В этом случае объединенный фронт действительно производит впечатление. Тут есть тоже некая засада. То есть вам нет смысла объединяться, пока вы недостаточно сильны. А когда вы достаточно становитесь сильны, то вы и так уже объединены. Это ровно по схеме банка, это учреждение, которое даст вам денег, если вы докажете, что они вам не нужны. А так и с объединением оппозиции приблизительно. До того момента, как у вас появляются какие-то шансы на участие во власти, вы не объединитесь, потому что будете слишком слабы. А когда они у вас появятся, то это значит, что вы уже в достаточной степени едины. Если вы в слабой позиции, вы оппозиция, то вам лучше не объединяться, потому что тогда вы представляете свою просто наиболее крупную мишень. На вас же будет направлено репрессивное давление, как вы догадываетесь. Вам лучше действовать, скажем так, ситуативно, пытаться избираться во все, что движется, особенно там, где власть не очень пристально на это смотрит, например, на местном и региональном уровне, выстраивать какие-то широкие фронты. В той ситуации, когда вы все равно не допущены к выборам, большим выборам, персональным выборам, выборам губернатора, выборам, не дай бог президента, на самом деле большого практического смысла нет. Поэтому объединение оппозиции скорее лозунг в наших нынешних условиях, чем политическая необходимость. Это была программа «Статус». Екатерина Шульман, Майкл Наки. Переносим соболезнования семье Аркадия Бабченко и его близким. А в следующий раз увидимся с вами уже через неделю. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 «Антон Герасченко». Глава пресс-службы нацполиции Киева Оксана Блещик на своей странице в фейсбуке написала, что нападение произошло в Днепровском районе города. В полицию позвонила женщина, которая обнаружила Бабченко в крови. Издание «Обозреватель» уточняет, что звонок поступил от супруги Аркадия Бабченко. По предварительным данным, он скончался в машине скорой помощи. Журналист Айдер Муждабаев сообщил нашей радиостанции, что в Бабченко стреляли в его доме в спину. Аркадий Бабченко уехал из России в феврале прошлого года. Продолжит Алексей Нарышкин. Первым делом Аркадий Бабченко поехал в Чехию. Перед отъездом он объяснил в фейсбуке. «Есть информировано обоснованное мнение, что какое-то время мне лучше пожить за пределами нашей богохранимой родины», написал он в фейсбуке. Бабченко добавил, что находится в Праге, остановился там у знакомых. Позже Аркадий Бабченко переехал на Украину. Последние годы в России, по его словам, он провел в ожидании ареста и арматурки от гопников. Это цитата. В интервью каналу «Прямой» украинского телевидения он говорил, что когда уехал из России, это ощущение исчезло. Теперь в Украине он оказался в свободной стране и ничего не боится. В Киеве он работал на канале крымско-татарской общины АТР. Вел программу «Прайм Бабченко. Что у них там за поребриком», посвященную курьезным новостям из российской действительности. Судя по частоте упоминаний в украинских СМИ, Бабченко был востребован как специалист по России. Выступал с резко критическими записями в отношении российского руководства. Последний пост в Фейсбуке он оставил сегодня в полдень. Аркадий Бабченко вспоминал, как четыре года назад чудом не попал на борт вертолета, который был вскоре после взлета сбит в небе. Все подробности в следующих выпусках новостей. Возгорание в торговом центре «Пассаж» на Невском проспекте в Петербурге ликвидировали. На месте пожара побывал наш корреспондент Арсений Веснин. Спасибо, Леша. Угарно, по-моему. Что он ответил? А? Неважно. Что он ответил? Угарно. Угу. Тихо, тихо, тихо. Внимание. Торговый дом «Пассаж» — это памятник архитектуры. Здание построили в середине XIX века. Советник российского президента по интернету допустил возможность прекращения работы «Майкрософт» в России. По словам Германа Клименко, речь идет об ответе на ограничения, которые власти США наложили на лабораторию Касперского. С подробностями Евгений Снегов. «Майкрософт, скорее всего, попросит покинуть Россию. Об этом Германа Клименко запретил с поликого стола от Роскомнадзора до Роскомсвободы. Аудиозапись выступления президентского советника оказалась в распоряжении РБК. По словам Клименко, ему будет занятно за этим наблюдать. Он также добавил, что у каждого есть кого изгнать. В «Майкрософт» его заявления комментировать не стали. Советник по интернету дал понять, что возможные санкции в отношении американской компании будут ответом на ограничения, которые наложили на лабораторию Касперского. В сентябре прошлого года Американское министерство внутренней безопасности дало распоряжение госучреждениям США в течение трех месяцев перестать использовать продукцию российской компании. По оценке властей страны, произведенные лабораторией Касперского софт могут быть использованы российскими спецслужбами, чтобы получить доступ к секретным правительственным документам. В лаборатории Касперского все обвинения в свой адрес неоднократно отрицали. И в завершении выпуска вернемся к первой его теме. В Киеве застрелен журналист Аркадий Бабченко. В настоящее время следователи Днепровского управления полицией устанавливают все обстоятельства происшествия и они работают на месте. Убийство сообщает агентство Интерфакс. О погоде. В Москве сейчас 17 градусов. Давление 751 мм ртутного столба. Влажность 49%. В ближайшей ночи 11-13 градусов. Завтра днем 23-25. Переменная облачность. Без осадков. Елена Леховская, служба информации, ЭХМОСКВЫ. Территориального развития кластеры. Делится наблюдениями Сергей Георгиевский, руководитель агентства территориального развития Центр. Однако, по мнению эксперта, в России большинство кластеров создается искусственно. Чтобы кластерный подход работал, должны быть реальные резиденты, которые живут на территории и заинтересованы в ее развитии. В российской же практике это часто бумажные игроки, которых только планируется применять после образования инвестиционно-привлекательной площадки. Например, строящийся инновационный центр Сколково. Есть идея сделать в Одинцовском районе отечественную российскую крепневую долину. Есть даже вполне узнаваемый бренд Сколково. На площади 2,5 миллиона квадратных метров ведется масштабное строительство города, где к 2020 году будут жить и работать 50 тысяч человек. Нужно отталкиваться от ожиданий интересов людей, а потом уже стимулировать развитие локальных инвестиционных площадок, уверен Георгиевский. Официальный представитель делового квартала «Неополис» Евгения Лучицкая мнение эксперта разделяет и добавляет, что ожидания, как и требования к локации у будущих президентов, формирующихся кластеров, редко меняются из-за различных домов экономических обстоятельств. Так, в Новую Москву еще пять лет назад планировался переезд в столичное правительство, а стало быть, измещение замка от всей деловой активности. Банны чиновников изменились. Глобального переезда не случилось, но часть госкорпораций в Тенау все-таки перебралась. Скажем, поселок Румянцево в Новом Москве облюбовали телекоммуникационные и IT-корпорации с госучастием. Они стали своего рода якорями для компаний и это секторы, которые постепенно подтягивались. Я обосновываясь в расположенных здесь бизнес-центрах, сформировали в этом районе новый деловой кластер, вокруг которого уже ведется и активное жилое строительство, и дорожно-транспортное. В мировой практике наиболее устойчивые кластеры возникали именно по инициативе бизнеса, непосредственно расположенного на территории. Государство лишь поддерживало их инициативу. Например, эксперты агентства Центр приходят в тропический северный Квинсленд в Австралии, кластер, где менее туристические компании объединились с целью продвижения региона. С этой же целью уже три года подряд на Travel Made Luxury Travel Forum Connection собираются во французской Нормандии сотни тревел-дизайнеров. Задача – показать новые регионы, способные принять взыскательных туристов. Успех развития территорий, по мнению участников рынка недвижимости, можно оценить не только в количестве сданных площадей, объеме инвестиций и налоговых выплат, но и в довольных туристах, счастливых жителях, студентах и младых профессионалах. Это была программа «Честный счет». Давай. Молодец. День в день. Час в час. Сейчас она пройдет, но она же идет. Минута в минуту. Наши положение будет тихо. Вот. Программа «Выбор Ясин». Да. Я могла сделать не так, чтобы она была. И в студии, как и полагается, научный руководитель высшей школы экономики Евгений Ясин. Здравствуйте, Евгений Григорьевич. Здравствуйте. Вы сегодня заглавили очень консервативно свою тему, консервативный сценарий. Видимо, все ваши надежды на то, что сценарий будет какой-то более динамичный, не оправдались. Правда? Нет, это не совсем так. Вот я же оптимист, поэтому я должен всегда иметь какой-то ход назад. Я закончил свой анонс. как раз этим. Я полагаю так, что то, чем начинается деятельность нового правительства, вызывает сомнения. И это я назвал консервативным сценарием, потому что пока ничего принципиально нового не увидел. А для исправления ситуации что-то новое должно было бы быть. Ну, о чем все время я говорил Кулин, Алексей Ленецкий, СССР, всякие вещи. Ну, пока не очевидно. Поэтому я так и сказал. В надежде, что этот консервативный сценарий со временем преобразуется в нечто иное. Сейчас тогда об изменениях, если можно. Я хотела как раз вашего комментария на следующее сообщение. Газета «Ведомости» нам сообщает, что российское правительство обсуждает возможность повышения НДС с 18 до 20% ради выполнения новых майских указов президента Путина. Кроме того, может быть отменена льготная ставка НДС в 10%, которая ранее предлагала заменить пособие. И теперь позволит получить порядка 2 триллионов рублей в течение 6 лет. Ну, в общем, еще анонсирование, анонсированное главой правительства повышение пенсионного возраста, тоже обещает какие-то деньги, 2 триллиона рублей. Ну и недостающие... Да, там еще 140 миллионов куда-то денутся, или миллиардов, миллиардов, наверное, да. Недостающие 4 триллиона принесут уже объявленные меры, 3 для финансирования инфраструктуры государство займет, ну и так далее. В общем, предпринимаются всякие усилия для того, чтобы где-то изыскать средства, как можно скорее, на то, что придумал президент. Я, кстати, заметила, что предыдущие майские указы, 5-летней давности, они так до сих пор полностью и не реализовались. Да. Но вот скажите, пожалуйста, ведь повышение НДС, это же повышение налога, правильно? Правильно. Он же называется налог на добавленную стоимость. А как же у нас вот и министр финансов Антон Севуанов и многие другие до него регулярно нам говорят, что обещают не менять налоги? Ну... Они нас обманывают, вы хотите сказать? Значит, во-первых, вопрос относительно того, как решить проблему, связанную с обеспечением, так сказать, финансовой стабильности и как обеспечить те расходы, которые не следует отменять и прочее, это как раз все время мучило Министерство финансов и другие министерства в течение длительного времени раньше. Ну, потом, как бы, проявилась опасность, опасная реакция со стороны бизнеса, который, так сказать, вот этими всеми приготовлениями, опасениями роста налогов, там, подоходного налога, это всех граждан волновало и так далее. Значит, к Петербургскому экономическому форуму, ну, появились такие опасения, которые мы требовали ответы, но в результате на Петербургском форуме было сказано, мы ничего повышать не собираемся, тот же Силуанов сказал, что мы ничего не собираемся повышать. Да, ну, это в течение всего срока, четвертого срока, так сказать, президента, вот, и, так сказать, об этом было сказано, но, честно сказать, это там не было разъяснено, а чем будут покрываться, там оговорилось о том, что будут, ну, мы будем брать взаймы, мы будем, так сказать, объявлять какие-то эти самые, ну, то там, так же... Скращение каких-то расходов, да. Да, да, все это было сказано, но без повышения, общего повышения налогов. Это было сказано на пленуме, ой, на этом форуме. Я, честно сказать, не очень поверил, я прислушивался ко всем. Не вы одели. Но, так сказать, что будет дальше, ну, я, так сказать, вот пока сказать не могу, но я знаю, что вот если так останется, то для нас, для российской экономики будут трудные времена. А эти трудные времена будут именно потому, что вот все перемены, они в значительной степени, так или иначе, связаны с изменениями финансовой системы, но не связаны с какими-то другими вещами, которые нужны для того, чтобы изменился облик российской экономики, чтобы она могла вступить в эру существования какого-то измененного механизма. Потому что я обращаю внимание на следующее обстоятельство. Мы провели цикл рыночных реформ в течение 90-х годов. И, в общем, там дальше нужно было это все реализовать и доводить до конца, проводить еще дальнейшие реформы. Но возможности правительства, гельцинского правительства и черномыринского, она в значительной степени уже была исчерпана. Потому что сложилась уже и другая обстановка в российской экономике, люди стали относиться к этим условиям с меньшим доверием. Президент болел. Ну, в общем, ситуация была не очень...